МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Праздник героев, гордости и славы Саров отметил День Победы. По зову души, по велению сердца, по долгу памяти саровчане вспоминают своих родных участников Великой Отечественной войны. В стена памяти в школьный номер 5 открылся мемориал в память о героях 1941-1945 годов. Далее расскажем обо всем подробно. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне остается одним из самых почитаемых праздников в России. Этот день – праздник со слезами на глазах, праздник радости и скорби одновременно. 27 миллионов жизней унесли 4 года самой страшной, кровопролитной, безжалостной войны в нашей истории. 19 тысяч человек наша страна теряла каждый день. Беда не обошла стороной ни одну семью. Но, несмотря на все страдания и лишения, наш народ выстоял. Наши деды и прадеды принесли нам победу. И 9 мая мы в первую очередь вспоминаем их, героев Великой Отечественной войны. У нас осталось на сегодняшний день 343 ветерана. Значит, и тем дороже нам эти люди, которые являются живыми свидетелями тех великих событий. Это и участники войны, это и благодатники Ленинграда, это и дети войны, это и труженики тыла и узники концлагерей. И наша с вами задача сохранить как можно дольше жизнь этих замечательных людей с тем, чтобы только свидетели могли оценить те события, которые происходят сегодня в мире. Почти 2000 саровчан ушли на фронт за годы войны. Более 500 из них не вернулись домой. И сколько бы ни прошло времени с тех пор, сколько бы ни было попыток поменять историю, мы всегда будем помнить великий подвиг нашего народа и ту огромную цену, которую мы отдали за мир. 9 мая 1945 года навсегда войдет в историю как день величайшего триумфа нашего народа. Подвиг ветеранов и тружеников тыла – это пример для тех, кто сегодня защищает нашу страну от новых угроз. Тогда, в далеком 1941 году, силы были неравны. Но весь народ встал как один, от мала до велика, каждый внес свой вклад в общую победу. И сегодня, когда снова идет война, война идет более хитрая, более коварная. Война идет за умы, за сердца, за нашу историю, за нашу память. Каждый из вас может внести свой вклад. Саров, и не только Саров, вся Россия помогает сегодня бойцам, которые стоят на передовой, которые с оружием в руках защищают независимость и само существование нашей страны. Каждый из нас может помочь. Спустя 78 лет история вновь взывает к нашей памяти и к нашему разуму. Нам опять брошен вызов. И наши войны встали на защиту границы России, ее безопасности и суверенитета. Но наше дело правое, и мы победим. А в этот праздничный день я хотел бы обратиться ко всем и пожелать нам помнить и чтить традиции. Традиции героизма, мужества, самопожертвования, которые так характерны для русского народа. После торжественного митинга на площади Ленина выступил сводный отряд барабанщиков, пионеров из Союза детских организаций «Сияющие звезды». За ними торжественным маршем прошли представители военно-патриотических клубов, войска Саровской дивизии и парадный расчет кинологического подразделения. Затем началось шествие трудовых коллективов города к Вечному огню, где все желающие возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Бессмертный полк – шествие, которое объединяет всю страну. Начиная с 2012 года, люди со всех городов нашей необъятной Родины в День Победы выходят на улицу с портретами своих родных. Участников Великой Отечественной войны, подпольщиков, бойцов сопротивления, дружников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны. В этом году из соображений безопасности шествие отменили. Однако это не помешало саровчанам рассказать нашей съемочной группе о своих героях. Впервые бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. Тогда в колонии пронесли около 2000 портретов ветеранов. Инициаторами всероссийского движения стали журналисты Томска медиагруппы, которых поддержали жители города. Главная цель бессмертного полка – сохранить в каждой семье личную память о военном поколении. Постепенно к движению начали присоединяться множество городов и даже сел России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. В рамках движения «Бессмертный полк» создали сайт мойполк.ру. На сайте движения «Летопись войны» пополняется историями о тех, кто ушел на фронт. И сейчас на сайте «Бессмертный полк» каждый гражданин может оставить имя и биографию своего солдата, а также по базе данных найти своих родственников. Сегодня сайт собрал сотни тысяч семейных историй из разных уголков России, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Израиля и других стран. В январе 2014 года Министерство юстиции Российской Федерации официально зарегистрировало межрегиональное историко-патриотическое движение «Бессмертный полк». В то время на праздник 9 мая с фотографиями жертв военного времени на улицы городов вышли более полумиллиона человек. В 2015 году гражданскую инициативу «Бессмертный полк» включили в федеральную программу подготовки к 70-летию победы. В том же году у движения появился свой логотип – журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды. В этом году традиционное шествие «Бессмертного полка» не состоится, но рассказать о своих героях можно в социальных сетях или загрузить их фотографию на сайт «Бессмертного полка». Также почтить память павших можно с помощью акции «Свеча Победы», выйдя на центральные набережные вечером 9 мая зажженными свечами. Хочу рассказать про своего прадеда Петра Ильича Гребенникова. Он воевал на Волховском фронте. В 2006 году был найден поисковой группой «Долина памяти». В той местности было найдено более 200 солдат и 14 солдатских медальонов. Среди них медальон моего прадеда. Сегодня я расскажу про своего прадеда Долбилин Иван Андреевич, 1910 года рождения. Он был призван на фронт, где был шофером-водителем. Он перевез 272 человека раненых в тыл и 155 тонн боеприпасов. Он получил медаль за боевые заслуги. У меня воевал мой отец Ульянов Филипп Григорьевич. Он у нас призывался в начале апреля 1942 года, а потом воевал в разных фронтах. Был дважды ранен. Он воевал после излечивания на Курской дуге под Прохоровкой. Писала телеграмма, забирайте своего отца. Там некуда было, мест нет уже. Он бить на его лечение надо. В 1943 году уже готов к следующему бою, как говорится. И его приняли в 1943 году под Ленинград, на блокаду, пробить блокаду. И, значит, как он отправился. Ни письма, ни звука, ничего. Сейчас работает Центр поисковой работы Бессмертного полка, который помогает людям находить и устанавливать информацию о судьбах своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война длилась 1418 дней и унесла жизни 27 миллионов человек. Похоронка пришла практически в каждый дом. По всей стране в эти дни вспоминают о героях, рассказывают об их подвигах, почтили память предков, участников Великой Отечественной войны и в школе номер 5. Идея создать стену памяти ко Дню Победы возникла у сотрудников школы номер 5 еще в прошлом году. В этом предложение реализовали и возвели мемориал в рамках патриотической акции «Бессмертный полк». И ученики и учителя принесли портреты своих героев, которыми украсили стенд. Понимаете, мы всегда в такие праздники говорим, что вот 37 миллионов людей погибло. Лица этих людей мало кто видит вживую. А так наши ученики видят людей, бабушек, прадедушек, именно их друзей, одноклассников, наших педагогов, что это реальные люди были. То есть это все равно значимо. Подходит, рассматривает, некоторые говорят, о, это вот мой прадедушка, начинают одноклассникам рассказывать. Или подходят, говорят, о, интересно, кто это. То есть начинают интересоваться историей данных людей. Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34 миллиона 476 тысяч 700 советских военнослужащих. Воевал и прекрасный пол. За годы войны на фронте с оружием в руках сражались от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. 80 тысяч из них были офицерами. Обороняли родину и дети. За боевые заслуги десятки тысяч детей наградили орденами и медалями. Из них пятеро получили награду Герой Советского Союза. Мой прадед Зайцет Матрибалович начал свой боевой путь в 1941 году. Я кончил у него в мае 1945. У него был фронтовой друг, это его лошадь по кличке Пакет. Но, к сожалению, в июле 1944 года он погиб. А дедушка был ранен и доставлен в госпиталь. Чимбаров Петр Евдокимович родился 13 сентября 1912 года в Мордовской АССР в Ельниковском районе в деревне Большая Бриловка. Он был участником боев в 1941 по 1944 годах. Он был разведчиком и противодесантником на танках. Участвовал в битвах за Брянск и Козельск. Я им горжусь. Я очень уверена, что вся помощь моего прадедушки и других военных очень помогла в победе над фашистской Германией. Моего прадедушку зовут Тащев Василий Иванович. Он был артиллеристом. Защищал Ленинград от фашистских кораблей. У него есть два ордена Красной Звезды и медаль за оборону Ленинграда. В честь Дня Победы в пятой школе прошел ряд памятных мероприятий. Ученики приняли участие в акции «Георгиевская ленточка». Кроме того, для школьников организовали военно-патриотический фестиваль. Ребята показали номера с песнями, сценками и вальсом. Ветераны Великой Отечественной войны, жители Нижегорской области, их вдовы, дети войны, дружники тыла получат карту Победы. С помощью новой мероподдержки пользователи смогут посещать культурные и спортивные мероприятия, а также получать скидки на различные товары и услуги по программам лояльности. Номинал карты составит 1000 рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19. Она окончена, заявил директор организации. По его словам, победить COVID помогли усилия врачей, жесткие меры правительства и личные жертвы обычных людей. Всего от COVID-19 погибло 20 миллионов человек с начала пандемии, сообщил чиновник. Соревнования по воркауту «Дворовая физика» пройдут 13 мая. Всех желающих проверить себя приглашают на стадион ИКАР. Регистрация будет проходить с 10 утра, начало в 11. Спортсменов разделят на две категории – от 18 до 30 лет и старше 30. Участникам необходимо будет выполнить комплекс упражнений за минимальное время. Победители-призеры получат дипломы и призы. 30 лет назад в лицее номер 15 открыли школьный музей. В его коллекции экспонаты времен Великой Отечественной войны. Пополнять коллекцию помогали и учителя, и ученики, и их родители. У истоков создания стоял педагог Игорь Верещагин. О том, что представляет собой музей, расскажем в следующем репортаже. В основе коллекции музея боевой славы в лицее номер 15 предметы, привезенные с раскопок в Калужской, Смоленской, Новгородской, Астраханской областей. В начале 90-х годов экспедицию туда отправился педагог Игорь Верещагин. В течение 10 лет Игорь Львович вместе с коллегами-учителями бережно собирал артефакты на полях былых сражений, привозил их в город и передавал лицею. Постепенно накопилось достаточно экспонатов, чтобы выделить для них отдельную комнату и сделать школьный музей. Среди более 600 экспонатов нашего музея самыми ценными, конечно, являются солдатские медальоны, найденные в ходе экспедиции нашего поискового отряда. По некоторым из них удалось установить родственников, и имена бойцов увековечены в книгах памяти Курской области, Республики Казахстан, Республики Киргизия, а также Республики Мордовия. Вот в этой книге, например, увековечены три бойца. Это мало, но это три человека, найденные нашим отрядом. Экспонаты в музее разной степени сохранности. Большинство из них – оружие, либо осколки снарядов, каски, фотографии ветеранов. Есть и макеты. С их созданием помогали выпускники лицея и неравнодушные к истории горожане. Есть артефакты, экспонаты, которые потом нам уже приносили неравнодушные люди, у которых оставались дома либо награды от своих предков, либо письменные источники, к примеру, письма. Также мы принимали в дар буквально все, что связано с историей Великой Отечественной войны. В истории музея были периоды развития и пауз. С 2018 года он получил вторую жизнь. Экспозицию начали обновлять. С приобретением лицеем статуса базовой школы РАН началась цифровизация музея. Появилось новое оборудование, которое позволяет познакомиться не только с экспозициями местных провинциальных музеев, но и совершить виртуальные путешествия по Центральным музеям нашей страны и пообщаться с их сотрудниками. Школьный музей отличается от любого музея тем, что он должен работать на благо учебного процесса, мотивировать детей, изучать историю своего города, области и страны в целом. И именно благодаря цифровизации мы это двигаем вперед. Сегодня в Музее боевой славы проходят уроки, посвященные истории Великой Отечественной войны, торжественные мероприятия патриотической направленности и экскурсии для учеников лицея. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хорошего новостей.